Дорога ребенка По вопросу сломанных каких-то подходных путей, ям, гаражей, сломанных деревьев Любой предмет, который может вызвать подозрения, должен быть отслежен и осмотрен Дорога ребенка должна быть максимально безопасной, максимально людной, освещенной И ребенок должен изначально знать только эту дорогу Первый раз отводя ребенка в школу, нужно идти по безопасности, не быстренько Мы сейчас здесь с тобой добежим, сыночек или доченька А потом один ты будешь ходить вон там на 15 минут дольше, зато безопасно Нет Изначально самый безопасный путь должен быть единственным возможным для ребенка Чтобы у ребенка даже мысли не было, что можно пойти по-другому А если ребенок уже ходит по какой-то короткой дороге через парк, потому что так быстрее наискосок срезать Как его приучить к той дороге, которая будет безопасной? Объяснить, что дети же бессмертны, они думают, что может случиться с кем угодно И для них такое слово, как смерть для ребенка, особенно ребенка младшего, даже школьного возраста Не значит ничего, поэтому нужно говорить о том, что там могут тебе сделать больно Если ты пойдешь там, тебе некому будет помочь, поэтому лучше ходить вот здесь Я хожу здесь, папа ходит здесь, бабушка ходит здесь, и давай ты тоже будешь ходить вот здесь В том числе и собственным примером, да? В том числе и только собственным примером Слова очень мало значат для детей, к сожалению Если бы слова много значили, наши дети были бы всегда в безопасности Что делать, если к тебе подошел незнакомый дядя и предлагает, не знаю, погладить котенка, съесть конфету, помочь в чем-то? Очень четко нужно разграничить для ребенка понятие свой и чужой Потому что зачастую мы ему говорим, опасный человек, страшный незнакомец Незнакомый человек Ну, во-первых, незнакомый человек для ребенка становится знакомым за две минуты Просто представившись, он уже знакомый Во-вторых, чужой в это понятие должны входить не только незнакомые Статистика показывает, что зачастую дети страдают как раз от знакомых людей От соседей, от тренеров, от каких-то знакомых родителей Нужно обязательно придумать слово-пароль Когда человек обращается незнакомый и не говорит этого слова Ребенок должен знать, что он имеет полное право себя защищать, кричать, толкаться, пинаться Если его кто-то пытается увезти, взять за руку, схватить Нужно кричать, что есть силы Нашим детям мы постоянно говорим тише Не кричать, вот как раз дети говорят тише Тише, тише, не кричи, не спорь со взрослыми Взрослые лучше знают, что надо Это очень опасная тактика Нужно объяснить ребенку, что он не просто может кричать Он должен кричать Как правильно кричать? Что кричать нужно? Вот ребенку нужно, вот его схватили Что ему надо кричать? Я его не знаю, помогите Я не знаю этого человека Это не мой папа Это не моя мама Это не моя бабушка, если в зависимости от того, кто его схватил Я не знаю этого человека Я не хочу с ним идти, я его не знаю, мне больно Вот то, что должен кричать ребенок Что касается поводов, по которым могут увезти ребенка Вот с конфетками, с котятками Были очень разные случаи Конфетки, котятки, они такие распространенные Если взрослые просят помощи у ребенка Нормальные взрослые, они попросят помощи у ребенка Ребенку, им есть такое правило вытянутой руки Если посторонний человек даже ко взрослому приближается Ближе, чем на вытянутую руку Нужно от него уходить Отходить, кричать, говорить, я не знаю Бежать в людное место, бежать на остановку Бежать в магазин Забегать в первый попавшийся, кричать Я его не знаю, он меня трогает Он меня пытается взять Всему этому ребенку надо учить и проигрывать У нас есть школа безопасности В поисково-спасательном отряде Лиза Лерт На который мы можем прийти и рассказать И детям, как себя вести в случае опасности И родителям, как Чему учить детей И как себя вести в случае опасности Потому что зачастую родители тоже не знают, что делать И когда пропадает ребенок Теряются самые важные часы То есть Ребенок пропал, ищем своими силами Зачастую родители не знают, дошел ли вообще их ребенок до школы Девочка Лиза до школы не дошла А заявление в полицию было написано только после обеда Обратились за помощью Это говорит о том, что либо не обратили внимания Либо просто не знали, дошел ребенок или нет Нужно приучать ребенка с самого первого дня отзваниваться Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин